Солнце закатилось за грозовую тучу, ночь не принесла прохлады, звезды затянуло мглой. Орудийные удары за рекой стали чаще и громче. От разрывов дрожали дома. Шестидюймовая батарея большевиков, стоящая за элеватором, отвечала в тьму. Стучали пулеметы на крышах. За Самаркой, в Слободе, куда вел деревянный мост, слабо хлопали выстрелы красноармейских сторожевых охранений. Туча наползала, ворча громовыми раскатами. Наступала непроглядная темень. Ни одного огонька не виднелось ни в городе, ни на реке. Только мигали зорницами орудия. В городе никто не спал. Где-то в таинственном подполье непрерывно заседал комитет учредительного собрания. Добровольцы из офицерских организаций нервничали по квартирам, одетые и вооруженные. Обыватели стояли у окон, глядываясь ночную жуть. По улицам перекликались патрули. В промежутке тишины слышались унылые дикие свистки паровозов, угонявших состава на восток. Глядевшие в окна видели извилистую молнию, перебежавшую от края неба до края. Мрачно осветились мутные воды волки. Раступили очертания барж и пароходов у пристани. Высоко над рекой, над железом крыш появились громада элеватора, острый шпиль, лютеранской кирхи, белая колокольня женского монастыря, по преданию построенная на деньги бродячей монашки Сусанны, погасла. Тьма. Раскололось небо, налетел ветер, страшно завыло в печных трубах. Чехи шли на приступ.